Многие знают, что лазерный луч, пущенный из одной точки в другую, начинает вот так колебаться. Не просто начинает колебаться, а, собственно говоря, и не останавливается, а все время колебаться. Значит, это становится особо актуальным в космической лазерной сфере, когда имеют место два объекта, находящиеся на некотором расстоянии к орбиту, которые известны обоим объектам, которые находятся на некотором расстоянии в сотни метров или в тысячи метров. И когда нужно установить связь между ними очень узконаправленную, значит, для разных целей, и значит, надо, чтобы она, так сказать, не высвечивалась наружу, потому что радиотехника все-таки имеет достаточно широкий, ну, так сказать, даже если она направлена, там, со всякими участками и со всем прочим. Вот, а лазерный луч, так сказать, достаточно узок, и возникает необходимость не просто вот отсюда попасть вот сюда, а еще, чтобы вот этот луч держался более-менее стабильно. Ну, обычно это делается так. Там имеется, нет, нечто отражательное типа уголкового отражателя, на самом деле это пленка. Значит, в авиации такие пленки пытаются использовать для обозначения аэродрома посадки, когда самолет заходит на посадку и своими фонарями вперед идущие засвечивают вот это поле, и они отражают и получают такие красивые огни, совершенно пассивные, и только видимые самолеты со стороны они не видны. То же самое делается на акватории для обозначения, куда приземлиться на буях и так далее. То есть пленки такие разработаны, существуют, у них есть единственный недостаток серьезный, это что их надо регулярно чистить, надо устраивать им защиту, стекло там и так далее, и время отрыва надо, снег там, дождь, в общем, протирать это, конечно, неудобно, но что делать. Зато не требует никакой энергии там, совершенно стоят они и стоят. Вот если вот здесь помещается вот такая пленка, и где здесь сделана дырка, а за этой дырка находятся фотоприемы, то тогда, значит, а луч имеется в инвекторе, так сказать, разброс, значит, ну вот все знают лазерную указку, она, так сказать, что отсюда вышла, что туда пришла, но лазер, например, ЛГ-65, он имеет разброс уже единицы минут, вот, ну вот, и так далее. Поэтому, если луч, как находятся они? Сначала сканируется, и потом, когда отсюда отражается сюда, это положение фиксируется, и, значит, луч в этом месте стоит. Все хорошо и замечательно, если бы этот луч не болтался он, совершенно непонятным образом. В свое время я в своей лаборатории собрал устройство такое, значит, вот лазерный луч, здесь зеркало, несколько, и вот здесь вот плеем, два фотоприемника, вот так они расположены, эти два в один мост, эти два в второй мост, и таким образом мы фиксируем положение по вертикали и по горизонтали. Все это происходило, знаешь, общая длина была всего 7 метров, то есть сама каменная структура, вот именно такая, метр двадцать, а дальше на отражениях мы имели 7-метровый луч, вот, значит, переняли меры к тому, чтобы внешняя засветка, так сказать, не мешала, посмотрели, что питание, значит, не влияет на положение, оно влияет на интенсивность, но не влияет на положение, вот, и, значит, в закрытой комнате, на протяжении нескольких суток, при стабильной температуре, значит, вдруг выяснилось, что луч болтается. Ну, наши товарищи, они умные, они все знают, значит, они объясняют это дело тем, что происходят какие-то процессы внутри лазера, вот поэтому оно болтается. Те товарищи, которые занимаются сейчас вот такой лазерной связью, объясняют по-другому, значит, они из этого помещения пустили луч, вон, аж на ту стенку, там стоит уголковый отражатель, приходит луч, и да, вот, луч болтается. Ну, ясное дело, что это атмосфера, и все такое. Нейрон-мертская атмосфера, и тому и прочее. Хотя у нас, значит, все закрыто совершенно было, и лыж болтается, так сказать, все равно. Ну, как, наверное, многие присутствующие знают, я много лет занимаюсь эфиром, и выпустил книгу, она здесь есть, «Эфирный ветер», который собрал все известные статьи... Ой, извини, товарищи. Пожалуйста. Вот, значит, так вот, выяснилось следующее. Вот это наши записи. Вот это наши записи. Здесь их довольно много, и здесь есть периоды колебаний по полтора часа, есть вот здесь вот несколько колебаний, значит, причем совершенно одинаковая форма. Значит, вот колебания. Ну, и здесь много, если бы не сказать. Вот уже другие колебания. Значит, вот здесь очень много мелких колебаний. Там и так далее. Значит, это все в закрытом помещении, там и так далее. Значит, подобные колебания, но без такой широкой расшифровки, были получены Миллером, Детоном Кларисом Миллером, в 1925 году, когда вам на... Маунт Вилсон, значит, проводил свои эксперименты по измерению эфирного ветра, он их считал ошибками оператора, считал, что, значит, такие колебания носят случайный характер, но вот средний у него, значит, вот он подтвердил, откуда дует эфирный ветер, там как чего и так далее, но это было. И стойкий форекс, который сегодня космически выдвигает, что когда они вылезут за пределы атмосферы, все эти колебания кончатся, потому что атмосфера кончилась, значит, все, что связано с колебаниями атмосферы, все, так сказать, уйдет. Но Эфирм сказал, что все будет как раз наоборот. Поскольку эфирный ветер, обмывающий Землю, уменьшается относительно поверхности Земли скорость за счет атмосферы, торможения. На поверхности Земли, как показали работы Галаева в Харькове, он составляет всего полтора километра в секунду на самой поверхности Земли, а буквально на метр-два ниже, там вообще ничего уже нет, потому что Земля там мазит. В подвалах его можно не искать. Вот, значит, а на высоте 250 метров, как установлено, значит, Морли и Миллером в 1905 году, это уже 3,5 километра, а на высоте 1860 метров, на горе Малфилсон, это 8-10 километров в секунду. И дует он не в плоскости орбиты, а ровно как раз перпендикулярный день. Почему это река, которая все ясна сегодня, и в книгше все это делалось. Но там на фоне вот такого еще идут выбросы, идет множество всяких выбросов, которые Миллер не объяснил никак, полагая это случайностью. Вот эти записи показывают, что выбросы такие существуют, и природа их, по всей видимости, фотонообразная структура, которая выбрасывается солнышком. Ну почему солнышком? Просто больше никому. Просто больше никому. Похоже, что это Солнце. Тогда возникает следующее. Во-первых, как сидящие на Земле определить, что это космическое явление, а не атмосферное. Ну, вариантов три. Первый вариант такой. Два лазера, две одинаковые установки, разнести на пару километров и посмотреть, одинаково они болтаются или нет. Если они болтаются не одинаково, тогда можно говорить, что это атмосфера. Если корреляция очень большая, тогда это общие явления космические. Можно их разнести на 100 километров. Есть более простой вариант, когда один лазерный проявляется туда, а другой лазерный проявляется туда. Ну, идея общая. Надо еще сказать следующее, что если это все-таки эфирный ветер, то отклонение будет пропорционально квадрату длины. Пропорционально квадрату, как всякая балка, заприкновенные консоли, на которой дует вот ветер. И, наконец, третий вариант, это такой, что один луч, как у них есть сейчас, а второй тоже смотрится вот на малом, вот как мы делали, на малом, так сказать, вот участке. Что из этого следует? Ну, пункт первый, что колебания у них могут быть такие, что просто-напросто луч выскочит за пределы вот этой пленки и никакого приема не будет. Кроме того, все время приходится, надо будет все время подправлять, все время подправлять. Это не связь, а черт все что, потому что там есть колебания доли минуты. Понимаете, конечно, и даже, это же не исследование совершенно дело, это то, что мы увидели, вот повернулись, потому что там есть еще какие-то очень мелкие колебания. Значит, все время он будет бегать, и за ним все время придется ослеживать. Значит, им могут быть случаи, когда он просто будет уходить за пределы. Тогда все время надо начать снова сканировать, снова ловить, снова, ну и так далее. Это все будет неустойчиво. Я вам все это дело популярно объясняю. Но можно сделать уже там и более простую вещь. Когда вот этот маленький, так сказать, прибор ставится рядом, значит, вот с этим большим лучем, и с него сигнал прямо подается на сканирующую устройство, обратно. И таким образом лучше все время будет подправляться уже автоматически. Ну, конечно, надо понять, как там у них устроено вот это отклонение, чем они там варьируют, зеркалами, или еще с чем-то такое. Ну, раз они уже могут как-то им варьировать, то тогда вот туда прямо вот от чуда подается сигнал, ну, с учетом там длины, с учетом там, может быть, и почитать надо будет. Но, по крайней мере, тогда его можно будет застабилизировать. По крайней мере, эта гипотеза может быть проверена. Стоит эта проверка копейки. Вот, значит, ну, если ребята, так сказать, просмотрят это дело, то тогда будет хорошо, и тогда, по крайней мере, они могут в космос выходить уже более спокойно. потому что в противном случае я могу почти гарантировать, что, значит, она, их связь не будет. Связь не будет. Она будет столь сильно болтаться во все стороны, что говорить о связи лазером на километры уже нельзя будет. Он просто все равно будет ходить мимо аппарата. Это первый момент. А второй момент, здесь вот какой, боковой. Что если я окружусь прав, и это все будет сделано, и так далее, тогда вновь возникнет вопрос об эфирном метре, которого наши дорогие и уважаемые считают, что его нет. А на самом деле по этому вопросу были пройдены громадные работы. Громадные работы. Только в 1925 году были получены более 100 тысяч отсчетов Миллера. Вообще, это совершенно героический мужик. Но вот его статьи все переведены. Все переведены. Значит, я установил, что до меня 50 лет, по крайней мере, никто не брал статьи по измерениям эфирного ветра. Ни в Ленинграде, нигде. Ни в Москве, нигде. Ни в Томске, нигде. И ни в Новосибирске. А в других городах я не проверял, потому что, вроде, проверять ничего. Никто никогда была переведена одна единственная статья Миллера. Это доклад его в 1925 году в Вашингтонской Академии наук. Доклад короткий. Он опубликован в «Успехов физических наук» номер 5. Тогда выпускался один выпуск в год. Вот это было тогда, же, опубликовано сразу. Вот, Сергей Иванович Вавилов тогда занимался этими делами, интересовался. Вот, эта статья переведена. Больше никаких статей на русский язык переведено не было никогда. Ни Майкилсона, ни Морли, ни Миллера, ни Лингворта, ни Геннези. Никого не было переведено на русский язык никогда. Все знают, что там написано. А на самом деле там написано совсем не то, что знают все. Вот, теперь это уже, значит, я перевел это дело в 93-м году, значит, уже там славу. Основная масса, два издания было, энергоатом издания, основная масса разошлась, у меня там какое-то количество еще осталось, я их берегу теперь. но, по крайней мере, впервые советский читатель может понять, что было на самом деле, а не та ложь, которая пронизывает этот вопрос уже так почти что. Умеешь? Вопрос? Если мы получим большое напряжение, минимальный итог, и поставим два генератора, один приемный другой. Я прошу прощения, это не имеет отношения к теме доклады? Почему? У нас вопросов очень много, и подошли еще больше. Но это отдельно. Это отдельно. Слушай, я раз так плохую. Вы, Институт, если было несколько нестыковым в космосе, не работали лазерные системы наведения? Нет, мне про это ничего не известно, я просто у меня нет данных, но лазерные системы наведения могут не работать вот по этой причине совершенно элементарно. Я вам более того скажу, что однажды на моей лекции приемли двое ребят из Крымской обсерватории. У них, значит, был такой конфуз, что они, ребята, извините, пожалуйста, что они за спутником следят оптическим способом и радиолокационным. Оптический способ это что такое? Спутник, солнышко светит, они его видят и радуются, где он находится. А что такое локационный способ? Солнышка нету, локатор сюда и локатор сюда. И тоже видят. Так вот, расстояние между значит, между оптическим изображением и локационным изображением доходило до 35 угловых секунд. А погрешности, с которой они мере, составляют одну секунду, предельную, даже не среднеквадротичную, а предельную. То есть у них очень высокоточная аппаратура, очень высокоточная аппаратура. И вот эта невязка между ними, она в течение года вот так поворачивается. Понятно? И приехали специально поинтересоваться, что думает большой ученый товарищ Зюковский по этому случаю. Большой ученый им сказал, что братцы, ну неужели непонятно, что аптечное изображение отсюда сюда один раз, а локационное туда обратно два раза. И поэтому эфирный ветер сдувает это дело. Так что успокойтесь, пожалуйста. Его нет ни здесь, ни здесь. Возьмите вот этот вектор, отложите его сюда, вот он здесь и находится. Это первый момент. Понятно, да? Они обещали под это дело перестроить программу, так сказать, расшифровок, но, значит, пока что я так же не знаю, чем дело кончилось. Второй момент. Где-то во Франции существует могучая система, которая занимается следующим вопросом. Как ускоряется и замедляется Земля? Земля ускоряется, потом замедляется. Потом ускоряется, потом замедляется. Ну, там изменения скорости не бог весть какие. Это вокруг оси или порвите? Я сейчас попробую. И вокруг оси, и порвите. Там есть и суточные вариации, и есть годовые вариации. Еще какие-то. Рыжка не надо. А? Рыжка нет. Ну, какой-то рыжка нет. Я сильно засомневался, потому что, значит, если это в самом деле так, в Земле такой конфузс происходит, то тогда в Земле должны периодически возникать гигантские совершенно напряжения внутренние. Понимаете, какая история? И вообще хотелось бы знать причину, по которой Земля вот так интересно себя ведет. Я бы интересовался тоже простым вопросом. А что является эталоном? Как они определят? Ну, как же? Ясное же дело. По звездам? Извините, пожалуйста, а вы учли то, что ваш луч сносится эфирным ветром? Ну, как же? Ну, эфира же нет. Ну, тогда и учитывать нечего. Вот и весь ответ. Потому что, на самом деле, конечно, свет, идущий к нам, сносится. Он сносится не в точности вот по скорости эфирного ветра. Там вектор складывать их нельзя. Потому что фотон обладает определенным боковым сопротивлением. Боковое сопротивление и определенной массы. Поэтому там еще будет переходной процесс. Как его будет сносить? Но принципиально сноситься он может. То есть, это не волна, прежде всего. Потому что волн в сплошной среде вообще не может существовать. Никаких. А если он ведет себя аналогично волне, значит, у него есть какая-то структура такая, которая, так сказать, ведет себя подобным образом. Тем не менее, это не волна. Это может быть тороид, может быть система из линейных вихрей и так далее, которая будет вести себя ровно точно так же. Похоже. Но, тем не менее, это не волна. Ну вот. Поэтому там и сложения такого прямого не будет. Тем не менее, значит, снос такой должен быть. Должен быть. И, значит, собственно говоря, можно танцовать от обрака. Что Земля не ускоряется, не замедляется. Она как крыльца, так и крыльца. А луч гуляет. И это гуляние луча от звезд несет в себе очень большую информацию, очень интересную информацию. Ей надо заниматься. Понимаешь? Под каким углом там идет эфирная вещь, сколько и скорость, что там и так далее. Вообще, должен сказать, что у меня абсолютное убеждение в том, что эфиром пора заниматься уже всерьез. Надо заниматься не только там направлением течения. У нас меняется плотность эфира и могут быть созданы приборы для этого дела. Мы должны знать эфир для него немножко обстановка вокруг Земли, потому что она нанесет в себе громадный прогностический материал. не учитывая его. Я хотел понять, что такое эфир, а потом заниматься ими. Так, это бывает, когда манну скажут, суешь, суешь, а человек не воспринимает. Нет, вы не ограничите, если это бывает. Я отлично воспринимаю. Так, все, 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 я ответил. Вот, вот вы возьмите и поймите, что это выглядит. Давно уже пора. Ну, собственно говоря, все. Так, нет вопросов больше? Хорошо. Так, спасибо. Спасибо.